Слава Господу! Сегодня хотелось говорить на тему «Отличные люди» в заключении нашего служения. Читаем два места, записанная 2 Паралипоминон, 26 глава, 17 стих. 2 Паралипоминон, 26-17. Там говорится об царе Озии, возгордело сердце в него, и он вошел в храм Господен, чтобы воскурить фимиам на алтаре, но это ему не подобало делать. И вот 17 стих там написано. «И пошел за ним Азария, священник, за царем Озия, и с ним 80 священников Господних, людей отличных». Они воспротивились Озии, царю, и сказали ему, не тебе, Озия, этим заниматься. И там проказа вышла на царя Озию. Но здесь говорится о тех смелых людях, людей отличных. Второе место. Ниемия, 11 глава, 6 стих. Книга Ниемии, 11 глава, 6 стих. «Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме 468, люди отличные». Сыновья Фареса, люди отличные. Может быть, немножко много буду говорить слово «отличные». Отличные, кто такой отличные? Это лучшие, тот, который превосходный. В первом месте мы обратили такое внимание. Царь идет, кодить, и встал Азария, не тебе кодить. И думаете, легко было вот так грудью встать царю? Ну, в то время это было опасно перед царем. Вместе 80 священников встали. Но первому было трудно. Он встал, сказал, не тебе кодить. Потом Азария мог бы и подумать, ну хорошо, храм Божий. Я вот посмотрю, пусть идет кодить. А Бог его поразит? Так ему и надо. Но дело все в том, что Азария понимал, что храм Божий вручен ему, как священнику. И он должен поступать правильно. И 80 пошли, и Бог смотрел на реакцию людей отличных. Как они поступят? Они вышли и смело сказали, не тебе это делать. Порой сегодня, может быть, иногда в других ситуациях, мало кто встанет и скажет по Библии, по Божьему, не тебе так говорить. Не тебе, сестра, так говорить. Не тебе так поступать, брат. Бог ожидал вот эту реакцию людей отличных. Охрана могла схватить. Вы знаете, и то, и другое может быть. Но царь был проказой поражен, и Бог защитил Азарию. Было 80 отличных. Второе место мы прочитали, Нееме. Люди отличные. Восстанавливается Иерусалим, и туда нужно поехать людям, чтобы восстанавливать. И все понимают, с мест нажитых ехать никто не хочет. А там восстанавливать, вы знаете, было очень хлопотное дело. Говорили, что держали меч в руках, а другой рукой делали. Спать много не приходилось. Ну, нет комфорта никакого. Люди с насиженных мест, поедьте куда-нибудь. Например, кто имел прописку в Киеве или в Москве, сказали, езжай за 100 километров. Сели, жили там, живи в деревне. Кто хотел бы поехать? Никто. И вот там выделяются сыновья Форреса, и они едут туда, чтобы там делать. Это люди отличные. Вы понимаете историю? То есть люди согласились поставить свои места насиженные и поехать туда, на то место. А там нелегко. Там нелегко. Вот. Ничего такого там нет устройством. Кто такой отличный человек? Кто такой отличный есть? Слово Божие очень много говорит об этом. Это тот, который отличается. Это лучше. Это первый. Написано, Нейман был отличный воин. Нейман был отличный воин, но прокаженный. И сегодня тенденция христианства быть таким, как все. Знаете, как масса людей. Он говорит, и христианин удовлетворен, если не хуже других. Но лучше он тоже не хочет быть никак. Не хочет. Он удовлетворен тем. Говорит, а мне это надо? А зачем мне это надо? Что я хуже всех? Или другой говорит, а что я лучше всех? Я хочу как серединочка быть. Зачем это надо мне? А вот в середине я продержусь, и все будет хорошо. Вы заметили, где люди садятся в собрание? Особенно на 8 часов утра. 6-7 лавок передних нету. Люди не хотят садиться впереди. Понимаете? А если сзади как-то сесть, в самом конце осуждать будут. А впереди смелости нет. И вот я обратил внимание, люди не хотят как-то выделиться. А в середине да. Знаете, в книге студии написано, первая глава, такое место написано. Там война с хананеями. И спрашивают, кто впереди пойдет? Кто пойдет впереди на войну? И там говорится, Иуда пойдет впереди. Битва. Готовится битва, сражение. Вы представляете? Воины стоят, и знаете, кто хочет впереди быть? Это значит, ты можешь быть убитым. Правильно? Впереди. Сыновья Иуды. Колено Иудина отличное. Они идут первые на войну. Они идут впереди. И потом он говорит, Симеон Иуда, а ты со мной пойдешь на войну? И Симеон уже как доброволец он пошел. Ну, впереди не легко идти, друзья. И там же в книге судей написано, 20 глава, 18 стих, когда война была с Вениамином. Вениамин, вы помните, там не пошел. Это было тоже сражение. И там написано, книга судей, 20 глава, 18 стих. Кто против сыновей Вениамина пойдет? И написано, Иуда впереди пойдет. Бог так определяет, не откажешься. Впереди сидеть никто не хочет. Скажет, а что ему больше всего надо? А, он выделиться хочет. Вы знаете, как понимать это слово «отличный»? Как понимать? Давайте оставимся еще немножко, несколько минут. И я хочу вас, как бы убедить вас и себя, что быть отличным – это хорошо. Это по-божьему, это благословенно. Желание быть отличным, желание хорошее. Если не на тщеславии, если не на гордости, не на гордости, чтобы было. Знаете, когда собрались, общение было небольшое, и брат так разбор делал, сидели там братья и сестер, и говорит, что есть деревянные сосуды, есть глиняные, а есть золотые. И говорит, кто бы хотел каким быть? Молчание, все на друг друга смотрят, так неловко. И один говорит, ну я деревянным хочу сосудом быть. Другое прошло время, минут несколько, он говорит, а я глиняным хочу сосудом быть. И никто золотым не сказал. И так смотрели друг на друга на всякий случай. Знаете, думая первым, это как-то скромно, приниженно. А ну мы так привыкли, друзья, мы так привыкли. Но с того, Божьего, кто епископство желает, доброго дела желает. Вот смотрите, на ситуацию написано, апостол Павел, 1 Коринфянам, 9 глава, 24 стих. 1 Коринфянам, там написано такое место. Не знаете ли, что бегущие, нарисовщие бегут все, а я бегу в серединке, ну и своими словами, чтобы посмотреть, как другие первыми добежали и взяли венец. Так написано. Я бегу не просто, чтобы бить воздух, друзья, а чтобы добежать. Не то, что слева и справа обидеть кого-то, но моя цель достигнуть, быть хорошим. Чтобы быть хорошим, мне абы как? Я бегу не просто, чтобы бить воздух. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Я усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим самому не остаться недостойным. Я бегу, чтобы получить венец. Слава Богу! Друзья, как ты сегодня бежишь? А я лишь бы так. А лишь бы как не будь. Сегодня отличным быть – это хорошо. Это хорошо. Бегу нарисчались, нарисчались. Смотрите, Самуил, Слово Божие говорит, Самуил, отличный судья. И встал, судил людей и встал, говорит, у кого вала взял, у кого что-то сделал, говорите на меня. И что, люди встали, говорят, ты в тюрьму нас сажал, ты неправильно там 10 лет мне дал. Он же судья был. Сажал в тюрьму, никто не встал. А почему? А какой судья был? Какой эпитет мы можем приложить к нему? Ной. Все делают зло, а Ной нет. Ной не делает. Отлично. Отличается от других. Да, они легко пришли и говорили ему. Говорили. А он отличался от других. Отличался. Моисей на горе. Арон золотого телеса сделал. Все поклоняются, пляшут. Но не поклонился Иисус Навин. Иисус Навин не поклонился. Знаете, друзья, быть отличным, отличаться, это не как все. Делают плохо, а ты не делай грех. Вся страна празднует Халавин, а я не буду. А знаете почему? Я отличаюсь не потому, что я напыщенный такой или гордый. Мне Господь не повелевает эти праздники праздновать. Я хочу быть в Божьих глазах достойным. Вы мысль понимаете? Я хочу отличаться от других. Да, порой надо дверь закрыть, когда сходят, стучают. У нас все там в нашем корте ходят и стучат. Детей попередевали, таких малых, там все, я не знаю, что творится. А мы там или записку должны ставить на дверях, или мы не открываем вообще. Мы с ними отношения не хотим. Мы хотим отличаться от них. А ты, сестра, брат, как ты? Ты отличаешься от них? Иисус Навин, мы сказали. Лучших избирают. 250 тысяч выбирают Иисуса Навина одного. А я и дом мой будем служить Господу. И дети говорят, и мы хотим. Отец наш был лучшим. И мы хотим быть, как наш отец. Он сказал, я и дом будем служить Господу. И мы смотрели на нашего отца, как лучше он был. Он служил Господу, и дом его, не как окружающие. И мы хотим такими быть, как отец наш. Знаете, идут в Ерехон, 12 человек отправили. От колена одного. Каких, думаете, выбрали? Там было, знаете, сколько много людей в колене? Кого выбрали? 12 человек пойти в Ерехон. И вы представьте, кого выбирали. Ну, рассмотрели, пересматривали, а? Написано, от колена Ефремова Иисус Навин. Пошел в числе 12. Пошли, вернулись. Десять дрогнули. Десять дрогнули. Иисус Навин – нет. Господь с нами. Господь будет с нами. Мы пойдем туда. И будет победа. Они отличались. Халев и Иисус Навин. Даже камнями хотели их побить. Друзья, быть отличным – это риск. Знаете, их не любят. Особенно в школе. Вы посмотрите, отличница. Отличник, он пятерку хочет. Вы знаете, их не любят. Презирают. А потом чуть-чуть, чуть-чуть и завидуют. Как в мире, знаете, так в классе. Хотели бы тоже быть с такими. Смотрите, Библия. Возвращаемся с заменой Моисея. Среди трех миллионов людей. Человек выбирал. Выбирает человека сам Бог. И кого поставили? Тот, который сказал, я и дом мой. Будем служить Господу. Иисус Навина. Первое рукоположение на свете было там совершено. Рукоположение Иисуса Навина. Бог поставил отметку, что ты лучший. Друзья, стремиться быть лучшей не в своих глазах гордости. Я еще раз повторяю, вы поймите правильно. Для меня я не игнорирую понятие смирения. Вы знаете, отличный – это тот человек, который нерубший. Это тот терпеливый, который. Руководитель молодежи, ну, как пастор молодежи. Говорит, поехали в поездку на поезде с молодежью. И почти весь вагон заняли. Там или электричка была. Нет, там нужно было поспать ночью с поезд. Пол вагона. Говорит, я пока стоял на платформе. Сопровождал, чтобы все сели, все там сумками заходили. И он как лучший, он же как руководитель. И он зашел, говорит, вы знаете, какое место мне досталось? Около туалета вторая полка лежать. Все позанимали. Ну, я поблагодарил, лег и сплю. А знаете, кто такой? Это ты знаешь, сколько человек в тамбур вышли. Это твои ноги будут считать. Это терпеливый, отличный. Это тот, который нерубший. Друзья, вы чтобы правильно понимали, кто такой отличный. Отличный воин Нейман не значит, что он там кого-то принижал или что-то делал. Он своей доблестью и храбростью это получил. Он служил верно господину своему. После общения в церкви, посмотрите, кто убирает. Андрей, Аня, Давид, там может быть Юля. Кто моет? Общение молодежи побыло. Придите. Без графика, без назначения. Отличные люди. Вон там, у нас в малом сзади. Зайдите, посмотрите, одни и те же люди. В основном отличные люди делают. Исайя говорит, 6 глава, 8 стих. Вот я, пошли меня. А что ты так про себя говоришь? Ты что, достоин, что ли? Бог искал, чтобы кого-то послать. А он говорит, вот я, пошли меня. Ось я, пошли ты меня. Ось я. Я готов. Господи, для твоей диспозиции. Я ни на что не взираю. Ни налево, ни направо. А как тебе подумают? Я хочу угодить Господу. Я хочу угодить Господу. Урожай душ повсюду. Поля готовы к жатве. Кто пойдет? Знаете, мне знакомо это место, и мы знаем. Кто хочет быть первым, да будет всем рабом. Это я знаю. Бог избрал немудрость, чтобы постарамить мудрых и немощно мира, чтобы постарамить сильных. И это мы знаем. Но я хочу нас концентрировать. Старайтесь быть для Бога хорошими, лучшими. Я вам скажу, для пастора, вот ему выбирать с кого-то, назначить или послать куда-то. Кого? Легко работать с кем? С лучшими, правильно? Тот, который все время говорит, вот я, пошли меня. Брат Виктор, а что вам сделать? Вот сделаю я вот это. Брат Виктор, а может, там поехать туда? А может, вот это сделать? И служители легко с такими людьми. А кто скажет, а что моя хата с краю, что ли? А мне зачем? Я в серединке продержусь. Так и для Господа. Ему работать с теми людьми лучше, которые себя предоставляют. Сегодня какова ревность наша о Боге? Иоанн Креститель, написано, из рожденных женами не восставал больше Иоанна. И он отличный был. Не восставал больше, лучше не было. И что он сказал? Он не побоялся царю Ирду сказать, не должно иметь тебе жену брата. Это грех. Вы думаете, легко было сказать? А он сказал, ты не имеешь права иметь жену брата. Друзья, такая тема сегодня. И вот эти люди, которые поехали жить в Иерусалим, написано из сыновей Фореса, там названо число, люди отличные. А Зария, а священник вместе с другими священниками встал и сказал Озии, не тебе служить, люди отличные. Сегодня, если ты сидишь здесь, на этом месте, думаешь, брат Николай, я до такой планки не дотягиваю. Это стандарт-то очень большой. Я расскажу пример. Одна пожилая жена, женщина, вернее, старушка подошла к пастору, вот я сон видела. Ну, расскажи, она рассказывает, говорит, так приснилось, что я у врат уже отчизны стою. И там подходят все, люди много подходят впереди, а у меня два колоска, их прижимаю к груди, они мне так дороги. Я их вымаливала у себя, а впереди люди проходят, кто-то снопы несет много, и, говорит, мне как-то и неловко, я их пропускаю, пропускаю вперед, встаю, жду. Потом все прошли, и вышел господин. И он говорит ей, хорошо, добрый и верный раб, вводи в радость господина, ты ничего не потеряла, ты ничего не утратила. Тебе было поручено два колоска, они, говорит, мне такие дороги были, я их вымлила в Господа, я ничего не растеряла, и господин определил, ты отлично поработала. Войди в радость господина. Друг мой, если ты думаешь, что-то таки немного, но ты сделал то, что тебе было поручено, может быть, два колоска только принес, и сам господин тебе скажет, войди в радость господина твоего, аллилуйя, слава Богу. Но старайся быть отличным, не старайся быть, как серая масса этих людей, которые вокруг ходят, я не хочу таким быть, и одежду такую оттевает молодежь, как все быть. Ты отличаешься, ты отличаешься от других, которые там ходят, ты человек отличный, ты посвящен Богу. Все празднуют, как я говорил, те праздники, я не буду, я отличаюсь. Я уже приду скоро за тобою, мы поем гимн такой, я приду уже скоро за тобою, а ты старайся быть сегодня совершенным. Будем совершенны, как совершен Отец Ваш Небесный. Да благословит нас Господь. Такая тема, может быть, необычная, но мне жала на сердце. Давайте будем стараться послужить Господу, пока мы здесь на земле. Мы сейчас будем молиться пред Господом, пусть Господь нас благословит. Чтобы мы были на своем месте, и то, что нам поручено, сделай хорошо. Сделай так, чтобы было приятно Господу, чтобы было приятно братьям и сестрам. Слава Иисусу. Да благословит нас Господь. Склоняем колени Ему. Слава за все. Аминь. Спасибо. Спасибо.